Обсудить вопросы жителей и найти решение по каждому обращению. С такой целью глава Самары встретилась с жителями Кировского района в школе номер 79. Сначала собравшиеся прослушали доклад о развитии городских территорий, а затем перешли к вопросам. Так жительница дома номер 175 по улице Старозагора рассказала Елене Лапушкиной, что из-за ремонтных работ во дворе облик территории сильно испортился. Глава Самары в ответ на вопрос пояснила, что ресурсоснабжающие организации обязаны своими силами заниматься восстановлением территории после ремонта. Они должны восстановить топовое устройство, которое было. Был газон, они должны восстановить газон. Был борзун, они должны восстановить борзун. У вас будет все на глазах, все свои замечания будете фиксировать. И то, что они не успели в этом году делать, и вы проверите, что выйдет после зимы, обратитесь, и они в правду гарантируют обязательно все восстановлено. Инициативная группа нескольких домов по улице Ташкентской обратилась с просьбой организовать дополнительный выезд на улицу, поскольку одной однополосной дороги не хватает, чтобы различные службы без препятствий могли заехать во дворы. Глава Самары отметила, что для этого необходимо провести ряд процедур, в том числе согласовать схему движения с ГАИ. Попробуем согласовать с ГИПДЗ. Если вопрос по закону нам согласует, то технически это сделано. Несколько вопросов касались процедуры межевания земельных участков под многоквартирными домами. Одна из жительниц рассказала, что по адресу Георгия Димитрова, 67, его провели неверно. Глава Самары отметила, что этим конкретным случаем займутся специалисты, а в будущем такие вопросы можно решать на публичных слушаниях. Есть целая процедура по межеванию территории, которая в том числе подразумевает и проведение публичных слушаний. Эти публичные слушания для того и созданы, чтобы люди прекратили и свои замечания вносили. Также обращения самарцев касались благоустройства дворов по различным программам, ремонта дорог, вывоза мусора, обустройства контейнерных площадок и других тем. Напомним, что по поручению руководителя региона Вячеслава Федорищева, глава Самары проводит такие встречи еженедельно. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.